Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз Церковный Календарь» Сегодня понедельник, 28 августа по новому стилю, или 15 по старому. Мы сегодня торжественно празднуем Успение Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В этом году праздник не попал ни на среду, ни на пятницу, поэтому пост закончился. А также сегодня прославляется целый ряд икон Божией Матери. Хохульская, Ацкурская, София, Премудрость Божия, Новгородская, Успение Адриановская, Боровинская, Сурдокская, Владимирская, Ростовская, Галичская, Чухломская, Влахернская, Грузинская, Цылканская, Успение Авиновская, Гаянацкая, Тупичевская, Успение Звенигородская, Владимирская, Флорещевская, Успение Псково-Печерская, Успение Семегородная, Успение Киево-Печерская, Кваптахевская, Бахчисарайская, Крымская, Мариупольская, Успение Пюхтицкое, Метехское, Моздокское, Иверское. Мы поздравляем всех с двунадесятым праздником Успения Пресвятой Богородицы. Братья и сестры, трудно представить праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы без ее икон, тем более, что иконография этого праздника особая. Богоматерь изображается в центре образа на ложе, по сторонам от нее плачущие апостолы. За ложем стоит Спаситель с душой Богоматери, изображаемый в виде спеленатого младенца. А особо мы отметим сегодня Пюхтицкую икону Успения. Тогда еще в Истлянской губернии, в 20 километрах на север от Чудского озера, там, где раньше эта губерния соприкасалась с Псковской и Санкт-Петербургской, находится живописной местности Высокая гора, подымающаяся тремя уступами. Это Богородицкая гора, но местные жители эстонцы дали ей свое название Пюхтицы, что буквально означает «святое место». У подошвы этой горы с западной ее стороны бьет из земли источник прекрасной и целебной воды. Здесь, в XVI веке, была обретена святая икона Успения Богоматери. Предание относит время явления иконы Богородицы к тем временам, когда немецкая знать, потомки и преемники Ливонского ордена в Прибалтийском крае угнетали эстонцев и русских, насильно привлекая их к своей вере. Рыцарство не ограничивалось одним насилием над совестью, но шло по пути насилия и дальше, обращая покоренных туземцев в своих рабов. В эти тяжелые времена Богоматерь и явилась пастуху-эстонцу, пасшему коров у Пюхтицкой горы. Однажды, рано утром, он увидел благообразную жену в великолепном одеянии, стоявшую на горе. Когда пастух стал приближаться к женщине в лучезарном сиянии, то она, к его удивлению, стала невидима. И наоборот, когда он удалялся от места ее явления, она снова появлялась. Изумленный пастух отправился в близлежащие эстонские деревни и рассказал своим сородичам о видении. С ним тогда же пошли многие эстонцы, чтобы удостовериться в справедливости рассказанного. Богоматерь и им явилась в образе лучезарной женщины, но также в отдалении, и стало невидимо, когда они попытались приблизиться. На другое утро к месту явления стеклось множество народа. Явление повторилось, но никто не мог видеть являющуюся вблизи. Народ пытался отыскать ее на горе, однако все попытки были тщетны. Вместо нее вблизи источника пастухами была найдена икона Успения Божией Матери старинной живописи. Пастухи-эстонцы, нашедшие образ Богоматери, были лютеране, поэтому они передали икону православным крестьянам деревни Ям, проходившим на барщину в свою мызу мимо эстонских деревень, недалеко от Пюхтицкой горы. Услышав от них о тех обстоятельствах, при которых произошло обретение образа, православные искренне обрадовались и приняли с благоговением святую икону, глубоко веря, что заступница небесная не оставит их без своего утешения в бедах и напастях. Здесь же, у подошвы горы, возле ее источника, они построили небольшую часовню и в ней поставили образ Успения Богоматери. Каждый год, 15 августа, в эту часовню приезжал из города Нарвы соборный священник и совершал молебен для собиравшихся к этому дню богомольцев. В 1876 году на месте часовни была построена церковь, а в 1891 году последовало правительственное постановление, по которому вся Пюхтицкая гора была приобретена в собственность православной церкви. Тогда же, к общей радости православных, на средства, собранные православным прибалтийским братством, был основан на горе Успенский женский монастырь. Богомольцы, и страждущие многочисленной толпой, часто из весьма отдаленных мест, посещают Пюхтицкий монастырь для поклонения чудотворной иконе Успения Пресвятой Богородицы, и многие из них по вере своей получают исцеление. Сказания о многочисленных чудесах и сейчас можно услышать из уст местного населения, а богомольцы разносят весть о них по самым отдаленным регионам. Некоторые из этих чудесных исцелений записаны и в церковной летописи. Вот, например, один случай, достойный упоминания. Нестеров, один из визенбергских купцов, долгое время страдал тяжкой болезнью. Он обратился за помощью к Царице Небесной и просил за себя отслужить молебен перед ее святой иконой Успения. После этого Богоматерь явилась ему во сне и указала на ветхость часовни. Нестеров скоро выздоровел и в благодарность за оказанную свыше помощь перестроил часовню, а сам образ Успения Богоматери украсил дорогой серебряной вызолоченной ризой. Много чудесных исцелений совершается и от воды источника, который протекает у подошвы Богородицкой горы с западной ее стороны, где и был обретен чудотворный образ. Хочется отметить, что пюхтицкий образ Успения Божией Матери сравнительно небольших размеров. В высоту он имеет примерно 50 сантиметров, а в ширину — 45. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. С праздником Успения Девы Марии, дорогие телезрители! Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok